Добрый день! Сегодня расскажу про еще один Shape Mode 4х4, коробочка от Lanlan. Ну, она не совсем от этой головоломки, чуть маловато, поэтому не закрылась. Но выглядит она, наверное, точно так же, только чуть крупнее. Извлекаем, и вот 4х4. Называется Lanlan Scoperil или Facet Gear 8, ну, 8 сторон, лиц, не знаю чего. Странное название, но, головолка, вот такая. Она очень похожа на вот этот вот Shape Mode 4х4, кейнбол или тростниковый мяч, про который я рассказывал. И вот такой вот октайдр от того же Lanlan. Собираются они однотипно. Недавно Сергей Су выпустил обучающее видео про вот такой вот октайдр с интересным способом. Мне даже понравилось. Попробуем пособирать, но не сегодня. Собирать подобные 4х4 можно, по крайней мере, тремя способами. 1, это как обычный 4х4, запомнить расцветку, собрать центры, ребра и потом этап 3х3. Но, как по мне, это совсем не весело. Такой способ больше подходит для классических Shape Mode, где, ну, цветов 6 или может быть больше, но они не сводятся к 2х2. Если посмотреть, то это 8 элементов с 8ю цветами. Можно собирать как 2х2. И в этом случае удобно собирать отдельно треугольники. Ну, давайте попробуем, как это будет. Сначала перемешаем. Бесполезно перемешивать вот так, потому что в любом положении будет состояние считаться собранным. Конечно, я привык еще определенную расцветку здесь делать. Белый, синий, красный, зеленый. Над красным и оранжевый. Над зеленым и фиолетовый. Над белым и серый. И над синим и желтый. Но можно так и не заморачиваться. И просто собрать треугольники по цветам. И на этом сборку закончить. Вращается как старые 4х4. Весьма посредственно. Ну, крутить можно. Если собирать, наверное, подольше и будет вращаться получше. Но поскольку однотипные головоломки в разной форме, собирал ее, конечно, мало. Зато очень легко перемешать. И вот уже перемешано. Как же собирать? Даже тем методом, которым собирал я, можно собирать по-разному. Можно сначала собрать уголки, можно их не собирать. Если собирать углы, то надо будет поаккуратнее. Если не собирать, то посвободнее. Давайте собирать не будем. Найдем два любых центра одного цвета. Вот два зеленых. И рядом с ним поставим третий, такой же зеленый. Можно как-нибудь это сделать интуитивно. Как-то вот так. И вот три зеленых центра. Мы сделаем так еще три раза. Есть вот тут красный. Два красных. Теперь вот сюда нужно еще один красный. Отведем, чтобы зеленый не ломать. Вот красный. Вот к нему еще. И внешним слоем вращаем. Вот еще один красный. Получается уже зеленые и красные центры собраны. Ну, относительно друг друга. Дальше. Здесь удобно собирается два синих. Вот этот синий стоит рядом. Надо его как-то отделить. Так. Надо его вот сюда поставить. Но прежде чем ставить, можно, наверное, сделать так, чтобы не ломалось. И что-нибудь вот сюда поближе. Так. Синий даже с уголком. Да. Вот эти треугольные, большие, одноцветные. Это углы. Это ребра. Вот эти четыре. Это центры. Три синих. Три зеленых. Красный невзначай сломал. Где-то. А нет. Нормально. Вот красный. Ставим все рядом. И нужно собрать еще один какой-нибудь. Красный. Зеленый. Синий. Что здесь уже есть более-менее. Вот есть два фиолетовых. Им нужен третий фиолетовый. Где он находится? Вот здесь находится. Вот нужно отсюда поставить сюда. Но при этом не сломать зеленый. Подворачиваем. Здесь все свободно. И вот фиолетовый. Ставим их все на одну половинку. Зеленый, синий, красный. Фиолетовый. Каким-нибудь пиф-пафом. Так вот. Половинка есть. Дальше нужно собрать что-нибудь еще. Вот у нас два белых. К ним сюда третий белый нужен. Но поначалу нужно собрать по два. И поставить их вот так. То есть вот низ собранный. В центрах. И вот эти два еще нужно. Два тут, два тут и так далее. Ну, можно его развернуть, конечно. Белые. Да. Попробуем развернуть. Сделав пару пиф-паф. Раз. Два. На, вот хорошо развернулся. Два снизу. Смотрим сюда. То есть здесь есть. Ну, дальше уже давайте три циклами. Надо переставлять. Вот оранжевый есть. Вот сюда нужно поставить еще один оранжевый. Будем использовать три цикл, который переставляет этот элемент сюда, этот сюда, этот сюда. Стандартный. Из кубоидов. Из кубика 3х3. Много где используется. Нам нужно оранжевый поставить вот сюда, поэтому нам без всяких доворотов здесь все подойдет. Вращаем по половине головоломки. Ничего не должно сломаться. Главное, чтобы вот эти вот красные, фиолетовые остались на местах. R. Двумя слоями. U' одним слоем. Вот это отдельно не вращается. L' U. R' U' L' U. Смотрим, что получилось. Оранжевый встал сюда. Очень хорошо. Теперь у нас есть два белых, два оранжевых. А сюда... Ну, не белый, не оранжевый нужен. Нужен какой-то другой. А здесь есть два серых. Можно их поочередно поставить сначала сюда, потом сюда. Удобно собирать вот именно вот так, по кругу. Но я сначала поставлю вот этот сюда, чтобы там появился оранжевый, который заменит потом вот этот. Сейчас вы видите. Будем серый ставить на это место. Подворачиваем. Таким образом, чтобы серый стоял здесь. И делаем алгоритм зеркально. То есть, начиная слева, получится вот этот встанет сюда, этот встанет сюда, этот встанет сюда. И у нас вот этот серый встанет на это место, а оранжевый будет где-то вверху. Ну, еще один серый переместится куда? Сюда. И, ну, будет здесь два серых стоять. Тоже хорошо. L' U R U' L' U Крутись R' U' Вот, получился здесь серый. И надо теперь вот сюда серый. Ну, чтобы сюда серый встал, у нас получится перемещение. Этот сюда, этот сюда, этот сюда. И чтобы этот сюда был оранжевым, надо поставить здесь оранжевый. Но нам нужно сюда серый. Я сделаю что-то не то. Нам нужно вот сюда серый. Я, наверное, сделаю по-другому. Я верхнюю грань сюда перехвачу. Немножко напутал. И аккуратненько все поставлю. Серый нужно поставить куда? Вот сюда. Можно отсюда. И вот на это место его ставить. Вот это белое сюда подверну. Не очень удачно вышло. Но все равно решается. R' L' U' R' U' L' U' Ну и вернем на место. Вот они оранжевые. Вот серенький. И вот серенький. И все хорошо, хоть и не так изящно, как я изначально запланировал. Ну да ладно. Эти уже собраны. И отстает. Понятно, что еще одного серого мы не найдем, так как их всего по три. Значит, сюда желтый стоит уже правильно. Сюда нужно поставить еще один желтый. И вот как раз та ситуация, которую я хотел продемонстрировать в прошлый раз. Два серых. Мы вот этот серый отправим. Нет, нет. Это вот этот. Отправим наверх. Оттуда желтый придет сюда. А этот серый сдвинется сюда. И здесь все будет хорошо. Поэтому желтый подвернем. Кстати, давайте посмотрим, где он тут стоял. Да. Подвернем вот сюда. И будет у нас этот сюда. Этот сюда. Этот сюда. Л штрих. У. Р. У штрих. Л. У. Стоп. Р штрих. У штрих. Проверяем. Два желтых, два серых, два оранжевых, два белых. Можем попробовать довернуть. Вдруг что совпадет. Совпал у нас какой белый и серый. Ну тоже неплохо. Но прежде чем делать выводы о собранности центров, я бы по местам расставил уголки. Может было изначально вот эти вот центры собирать вокруг углов своего цвета. Было бы чуть потяжелее. Но тогда бы здесь уже углы стояли. И мы вот эти расставляли бы уже вокруг своих. И этап был бы лишний. Я так пробовал в прошлый раз, показалось муторнее. Поэтому сейчас расставим уголки по своим местам. У нас по факту не собраны только два треугольника, да? Расставим здесь. Вот фиолетовый стоит. Таким вот нехитрым пиф-пафом я это сделаю. Вот фиолетовый встал на место. Теперь зеленый. Пока на верхний не обращаем внимания элементы. Зеленый. Синий стоит, красный стоит. И вот здесь что-нибудь расставим. Вот сначала что-то, чтобы совпадало. Вот белый. Белый совпадает. И нам нужно так, чтобы либо все углы стояли на местах, либо стоял один, а три нет. И тогда с центрами будет все в порядке. И вот как раз, наверное, такая ситуация. А нет. Здесь желтый, здесь белый. Оба стоят, да? А здесь два не стоят. Это плохо. Сдвинем. Надо, чтобы один, либо все стояли. Вот серый стоит. Оранжевый с белым не совпадает. Белый с желтым нет. А желтый с оранжевым нет. И вот отсюда уже можно работать. Кто там совпадал? Серый. Остальные переставим. Тем же трициклом, но вращая другие грани, мы переставим вот эти три уголка. Это вообще рыбка из 3 на 3. Нам нужно по часовой. Собранный поставим здесь, рядом со своими. И сделаем левый алгоритм. Я слегка ошибся. Делаем еще раз. Серый на месте. А вот эти переставляем. Вот так. Одной гранью. Л, У, Р, У штрих. Л штрих. У, Р штрих. У штрих. Проверяем. Серый на месте. Оранжевый на месте. Белый на месте. Желтый на месте. Ну, а теперь вот эти оставшиеся центры просто переставим уже готовым конструкциям. К сожалению, ни один не совпал. Придется переставлять все. Вот этот переставить сюда. Для этого нам нужно белый поставить на место белого. Я вот так вот белый подвернул. Вот это вверх. Это бок. Этот белый пойдет сюда. Этот белый сюда. А оранжевый станет туда, куда должен встать был. И уже как прежде. Л штрих. У, Р, У штрих. Л, У, Р штрих, У штрих. Так. Здесь надо вернуть к исходному состоянию. Вот так. Три зеленых, три фиолетовых. Получается, вот треугольник белый собрался. И треугольник оранжевый. Хотя я собирал только оранжевый, но заодно и белый собрался. Ну и так же мы поступим с этими двумя. За раз все соберется. Вот этот желтый нужно вот сюда. Значит, этот надо поставить на место серого. Подворачиваем. Если он близко не нашелся, то ничего страшного. Можно эту грань тоже повернуть. Делаем то же самое. Серый сюда. Этот серый сюда. Этот желтый сюда. И все соберется. Л штрих, У, Р, У штрих, Л, У, Р штрих, У штрих. Ну, отменяем довороты. Вот так как-то. И видим, что все треугольнички собрались. Да, дальше можно, что, расставить уголки по местам. Но это не обязательно. Потому что мы уже собрали как надо. Они тут перемешались, конечно. Ну, давайте для интереса поставим их на место. Магия монтажа. Я все починил. Самый интересный этап – это сборка ребер. И здесь можно использовать обычные пиф-пафы. Причем, как из пирамидки. Либо также алгоритм из пирамидки, который разворачивает два ребра. А когда этого уже не хватит, можно использовать тот же трицикл, но опять вращая другие грани. Давайте попробуем. Я в прошлый раз собирал. Вот удобно собрать все зеленые, потом все такие и так далее. Есть кто-нибудь максимально собранный? Ну, везде по одному. Вот, белый и серый можно поменять местами. Но сейчас это не особо выгодно. Поэтому так делать не обязательно. Можно просто взять, к примеру, поставить с этой стороны и делать вот такой вот пиф-паф. Слева, справа, слева, справа. И белое ребро встало на место. Уголки разбежались, но их можно было и не собирать. Я просто продемонстрировал, что мы собрали их правильно. Этого можно было не делать. Вот два ребра есть. Сюда нужно третье. Третье вот здесь. Да, опять отсюда, сюда. Верхние пока не собраны. Так, не той стороной. Вот это сюда. Раз, два, три, четыре. Тут синяя как-то переместилась, но не сломалась. Вот белое есть. Давайте что-нибудь еще соберем. Вот зеленое. Зеленое вот отсюда. Сейчас у нас синяя сломается, но мы пока потерпим. Раз, два, три, четыре. Поехали зеленое. Почему потерпим? Потому что она отсюда сюда переместилась и ничего не изменилось. Сюда еще одно зеленое нужно. Так, отсюда, сюда. Раз, два, три, четыре. Зеленое собралось. Вот белое есть, вот зеленое. Ну, просится красное. Собранное куда-нибудь отправляем вниз, чтобы не сломать. Сюда красное. Не одного красного, а вот красное. Так, как-нибудь его развернем. Надо, чтобы ребро стояло вертикально. Тогда его можно поставить вот сюда. Стоит далеко, надо, чтобы ближе. Поэтому делаем слева. Здесь ничего не сломается. Мы вот это, это и вот это. Ребра сейчас перемещаем. Раз, два, три, четыре. Вот красное есть. На это место, вот это красное. Ну, а здесь белое. Надо поменять на какое-нибудь несобранное. А вот такие два на два движения можно делать абсолютно безопасно. Красное сюда. Раз, два, три, четыре. Этап интересный. И здесь можно думать. И просто нравится собирать именно так. Хотя, метод Сергея меня тоже заинтересовал. Я обязательно попробую собрать и так. Дальше. Ну, вот три собрано. Оранжевая здесь. Ну, может какая-то собранная есть получше. Есть вот серенькая деталька на месте. Нужно поставить остальные. Так. Ну, синий поломаем. Ну, ничего страшного. Серый сюда. А, или можно серый сюда. Какой-нибудь. Так. Теперь. Ну, логично. Ну, и синий сейчас обратно починится. Равно понимать, что нишние уже собранные, они не ломаются. Да. Перемещаются только вот эти три. Серый собран. И что у нас тут еще есть? Красный. Зеленый. И... О, я как-то белый умудрился сломать. Не заметил. Поправим. Белый сюда. Красный, зеленый, белый, белый и серый. Ну, вот почти собраны еще синий. Теперь уже тяжелее будет, но все равно возможно продолжать и таким образом. Серый ломать не хочется. Вот с этой стороны вот ничего свободного не осталось. Четыре собранных. А надо здесь поставить что-нибудь не собранное. К примеру, вот этот фиолетовый. И что у нас получится? Синий пойдет сюда. Оранжевый ничего не соберет. Ну, да ладно. Соберем зато синий. Так. И вот пошли уже более удобные комбинации. Фиолетовый и оранжевый можно поменять местами. И здесь неплохо еще желтый встанет на место. Сразу три элемента. Вспоминаем опять комбинацию из пирамидки. Делаем пиф-паф. Отводим вверх в сторону. Поднимаем слева. Возвращаем. Возвращаем. Вот эти два развернулись. Вот эти два развернулись. Три элемента встали на место. В прошлый раз у меня получилось только этими алгоритмами собрать все ребра до конца. Что еще? Вот здесь вот оранжевый. Оранжевый. Так, с какой стороны? Как-нибудь, наверное, вот так. Оранжевый, фиолетовый поменяются. А здесь было бы неплохо фиолетовое что-то подкрутить. Интуитивно. А вот фиолетовый. Далеко кручу. И вот получше здесь оранжевый станет на место. А здесь фиолетовый станет на место. Вот эти два только разворачиваются более длинным алгоритмом. Это когда уже по собране становятся. Если вы собираете пирамидку, то алгоритмы эти вам уже должны быть известны. Так, оранжевый, фиолетовый. Ну и, возможно, мы сейчас соберем все. Для этого нужно вот этот поставить рядом с этим. Так. А вот этот поставить рядом с другим. На самом деле, можно и до конца этим, как показал практика, собирать. Просто могут получиться ситуации посложней. Но их сейчас не было. Кому интересно, дополнительный алгоритм был видео про тростниковый мяч. Кейнбол. Если хотите посмотреть. А так, я так понимаю, можно и обходиться без трицикла. Меняем. Обучающее видео полноценное будет как-нибудь позже. Пока не разрабатывал, надо еще пособирать. Какое такое обзорное видео с примером сборки. И вот мы видим, что все треугольнички-то собрались. Остается только поставить уголки по местам. И при этом не ошибиться. Ни один не стоит на месте. Ну, хорошо. Помним, что если делаем мы правый трицикл, этот идет сюда, серый сюда, оранжевый сюда. Понятно, что было бы, наверное, разумно фиолетовый поставить на место, а серый все равно сюда перейдет, сюда поставить серую конструкцию. Так. И у нас хотя бы два элемента на места встанут. Делаем трицикл справа. Внешними слоями. Внешние они. Сильнее заедают почему-то. Ру-штрих. Л-штрих. У. Р-штрих. У-штрих. Л. У. Вот стало два на места. Ну, поставить надо еще какие-нибудь два. Вот синий уголок. Вот синяя конструкция. Вот так. С белого синий сюда, оранжевый сюда, белый сюда, и мы три соберем. Тем же алгоритмом. Ру-штрих. Л-штрих. У. Р-штрих. У-штрих. Л. У. Ну и хорошо. И остается поставить всего три. И еще разок делаем три цикла. Ну, на этом можно было бы сборку заканчивать. Но как перфекционист я еще переставлю по нужным местам элементы. Белый, синий, красный, зеленый. Красный, оранжевый. Зеленый, фиолетовый. Синий, желтый. Ну и хорошо остальное собралось. Ну вот. Нужная расцветка. Где она? Вот так. Белый, синий. А. Вот. В таком положении. Одинаковые цвета. Вот такой вот скопперил. Я пробовал в переводчик вставлять это название. Ничего не перевелось. Если кто-то знает больше, напишите в комментариях. Shape Mode 4х4 от OneOne. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.